здравствуйте друзья сегодня у нас в гостях алена фидарова основатель онлайн школы и клуба сиби консалтинг здравствуйте алена да расскажите немножечко о себе какая основная сфера вашей деятельности всем привет меня зовут алена я уже более двух лет занимаюсь сферой миграционного консалтинга также визовым сопровождением более двух лет назад я приобрела франшизу очень крупной компании это второй паспорт и по истечению приобретения собственного опыта ко мне пришла идея создать онлайн школу где я открою такие возможности для всех желающих работать в миграционном консалтинге и проходить соответствующее обучение поскольку я поняла как правильно работать в этой сфере какие основные моменты и сейчас очень успешно создаю онлайн курсы и обучаю наших коллег этому бизнесу как год прожитый во время пандемии изменил ваши подходы в работе какие основные моменты в бизнесе выделяется негативный или позитивный этот год который мы пережили скажем уже больше года на самом деле действительно кардинально вообще изменила всю миграционную политику изначально конечно когда наступил такой момент закрытия границ а мы как компания которая занимаемся визовым сопровождением конечно стала для нас некой стрессовой точкой и более того скажу что многие компании работающие в этой области восприняли это как окончание или банкротства дающими компании просто закрылись при этом наша компания стала искать просто пути подхода поскольку у нас очень большой спектр услуг мы занимаемся не только визовым сопровождением туристических виз более того скажу что этот сектор у нас он скажем не на первом месте потому что на первом месте это все-таки иммиграционные услуги что касается туристических направлений мы непосредственно ими занимаемся но это не основная наша деятельность и в период пандемии очень многие направления как раз таки были открыты не в целях туризм то есть это например рабочие визы студенческие визы бизнес визы да какие-то другие миграционные направления и соответственно это то что есть в нашем арсенале то что доступно и поэтому мы смогли сохранить большую часть клиентов более того их приумножить в тот момент когда большинство компаний которые занимались рядом каких-то направлений ничего не могли им предложить мы мы искали всевозможные пути для того чтобы удовлетворить потребности наших клиентов и со временем настолько приспособились к этой нестандартной ситуации что постоянно какие-то ограничения это самолеты куда-то летают куда-то не летают какие-то посольства закрыты да то есть мы уже полностью приноровились к такому формату что в какой-то стране могут не работать посольство что нашему кандидату придется ехать соседние страны да то есть мы профессионально уже подготавливаем наших клиентов и они видят что мы можем оказать реально индивидуальный подход и большое количество вариантов решения его ситуации алена вы запустили новый бизнес-проект и себе консалтинг расскажите немного о нем поподробнее изменился ли ваш спектр иммиграционных услуг и условия работы смотрите да постараюсь максимально подробно ответить на этот вопрос конечно многих наших подписчиков клиентов возникает да что такое второй паспорт что такое себе консалтинг но как вы уже сказали в самом начале о том что себе консалтинг в первую очередь является онлайн школой то есть я создаю большое количество именно обучающего материала для специалистов в сфере миграционного консалтинга также я хочу сказать что это клуб да то есть сам по себе клуб он имеет существенное отличие от самой франшизы второго паспорта и далее в принципе могу рассказать об этих отличиях являются ли данные компании конкурирующими компаниями нет ни в коем случае данной компании не является конкурирующими поскольку у них одна структура более того в нашей компании создана такая система да это crm-система которая не позволяет конкурировать внутри компании то есть конечно мы можем конкурировать с другими компаниями но не между собой скажите пожалуйста в чем же основное отличие двух разных бизнес-проектов спасибо это очень хороший вопрос наверное самый основной который который должен быть отображен в этом видео я скажу основные отличия если мы будем говорить о франшизе второго паспорта как приобретение бизнес-модели то есть и членство клубе scb консалтинг по своей сути они имеют очень похожую структуру да то есть это миграционный консалтинг это работа при помощи субпатриатчиков при помощи наших партнеров и заработок непосредственно на комиссии это что касается иммиграционной деятельности да то есть в нашей компании сейчас я ее немного обобщаю есть большое количество это более 350 лицензированных компаний и адвокатов которые оказывают непосредственно миграционные услуги нашим клиентам имеют на это все необходимые лицензии и мы на очень выгодных условиях зарабатываем на проценте более того я скажу что это никак нет не отражается на клиентах потому что наша компания работает исключительно по ценам наших партнеров и при этом клиент никак не страдает если он пойдет напрямую скажем о к какому-то миграционному адвокату ли пойдет к нам более того он приобретет наоборот в лице наших менеджеров дополнительную поддержку контроль и качественное обслуживание а иногда так происходит да что кандидат проходит по какой-то миграционной программе и в силу тех или иных обстоятельств ему нужен комплекс каких-то услуг да то есть мы можем как раз таки его предоставить да то есть мы также занимаемся профессионально визовым сопровождением и иногда например миграционные юристы до занимаются одним профилем а мы одновременно делаем уже какой-то другой профиль да там открываем визу в ту или иную страну а юристы продолжать свою работу уже на территории той страны то есть это происходит некий комплекс немного ушла темы сейчас расскажу основные отличия франшиза второго паспорта и членство в клубе с себе консалтинг то есть для кого франшиза то есть франшиза это полноценный бизнес да это бизнес-модель которая включает в себя обязательное наличие офиса то есть человек который приобретает эту бизнес-модель он должен соответствовать определенным критериям да то есть в первую очередь он должен заполнить анкету на соответствие тем требованиям которые выдвигает компания второй паспорт наличие офиса и конечно же соблюдать чтение всех внутренних регламентов и как поддержку от лица компании франчайзе который приобретает франшизу он получает размещение на всех интернет ресурсов компании второй паспорт его контактов тем самым он становится официальным представителем в своем регионе то есть у компании второй паспорт есть очень большой сайт который занимает лидирующие позиции в интернете и когда клиент хочет в определенном регионе прийти в офис для того чтобы проконсультироваться и в последующем заключить договор он заходит на сайты компании и видит там ваши контакты непосредственно идет уже к вам как я сказала с помощью серым системы на каждый клиент закрепляется за определенным франчайзе из-за этого отсутствует конкуренция внутри компании что касается членство в клубе себе консалтинг если мы немного проникнемся самой фразы членство в клубе отсюда уже можно сделать определенные выводы членство в клубе не подразумевает открытие собственного офиса то есть по сути человек может работать даже удаленно он может работать на фрилансер да предположим так или он он может уже иметь какой-то похожий бизнес визовый центр него может быть свой какой-то бренд и он хочет дополнить а свой бизнес дополнительной информации да то есть в нашей базе имеется готовая бизнес-модель очень большое количество партнеров и человек приобретая членство в клубе он становится членом и он может пользоваться всеми вот этими ресурсами при этом он не будет является официальным представителем компании к нему не будут предъявлены требования к наличию офиса при этом он также должен соблюдать определенные регламенты компании соответственно здесь скажем так немного меньше бонусов да ну для кого-то может быть это и будет наоборот больше бонусов да если чек занимается каким-то бизнесом он хочет параллельно вот поэтому каждый человек выбирает для себя что ему бой больше подойдет и он может приобретать как и франшизу и становиться членом клуба более того я скажу что на человек может изначально стать членом клуба а в последующем он может приобрести франшизу спасибо алёна наверное самый важный и сопутствующий вопрос это какими критериями должен обладать потенциальный заявитель чтобы приобрести у вас членство в клубе на начальном этапе у нас есть специальная анкета которая все потенциальные участники должны ее заполнить в этой анкете есть такие вопросы как о об опыте в первую очередь имеется ли у кандидата опыт работы в данной сфере и если в данной сфере не имеется опыта он должен нам озвучить в каком бизнесе у него имеется опыт поскольку данная сфера она все-таки подразумевает что у кандидатов должно быть представление о ведении бизнеса ну исходя из этого может ли допустим врач у которого была своя клиника тоже по сути бизнес приобрести допустим франшизу или членство в клубе чтобы наши зрители понимали какие кандидаты могут претендовать участниками смотрите если это был просто врач и или вы сказали врач у которого был свой бизнес и своя клиника допустим своя клиника но в которой он тоже работал врачом по сути да он может потому что в принципе человек у которого был любой бизнес да он уже обладает определенными там коммуникативными и бизнес навыками там ведение переговоров маркетинга структуре и все что связано с налаживанием там собственные там лидогенерации рекламы и так далее более того если вы рассказали о медиках то у нас есть очень интересные проекты для эмиграции медиков в германию в канаду и также в другие страны и например члены нашего клуба могут из большого количества услуг которые предоставлены в компании например на начальном этапе выбирать для себя какое-то одно или несколько направлений которые будут максимально близки и комфортны соответственно если это медик имеет не скажем опыт в этой сфере он может заняться именно направлением переезд медиков за границу здорово алена скажите пожалуйста участник клуба до при приобретении членства вашем клубе может ли в последующем приобрести франшизу да я ранее немного об этом упомянула действительно он может приобрести франшизу скажу честно в большинстве случаев это так и происходит мой проект онлайн школы и членство в клубе недавно на рынке и конечно он не имеет такую значимость он не имеет такого бренда как компания второй паспорт а потому что компания второй паспорт основана в 2011 году и соответственно за это время она уже смогла завоевать сердца очень многих клиентов и партнеров мой проект он новый да при этом он очень тесно пересекается с компанией второй паспорт при этом можно да так назвать такое взаимодействие что компания второй паспорт она является скажем партнером да и заказчиком у компании консалтинг и приобретает обучающие материалы то есть это все обучающие материалы которые я создаю на своей платформы они направлены как на обучение членов моего клуба так и на обучение всех франчайзе и сотрудников компании второй паспорт поэтому возвращаясь к началу этого предложения как мы увидели на практике те члены клуба в последующем когда они видят все алгоритмы работы они начинают интересоваться именно франшизой и когда человек становится готов к открытию своего собственного офиса он может перейти непосредственно стать франчайзе как вы ранее упомянули проект запустился совсем недавно но на сегодняшний день сколько уже одобренных заявок на вступление в членство в клубе на данный момент это три заявки три кандидата которых успешно начинают строить свой бизнес у них уже имеется опыт да у кого-то кстати один из важных момент относительно опыта да вот если у человека есть какой-то опыт проживания за границей да там наличие вида на жительстве может быть раньше жил или обучался это в принципе тоже очень важно очень интересный это может помочь в развитие бизнес алена завершение нашего интервью я бы хотела спросить известно что 90 процентов бизнес-предприятий по всему миру разоряются на начальном пути да ты запустила уже второй проект собираешься ли ты дальше двигаться и какие у тебя дальнейшие фокусы развития компании на самом деле да действительно очень многие компании конечно особенно по франшизе скажу да что есть такая статистика что очень многие компании которые начинают развитие по франшизе они в последующем закрываются я сейчас не хочу сделать акцент на нашей компании до второй паспорт я расскажу об удачных и неудачных примерах во второй части скажем своего монолога при этом хочу вот отметить такую вещь что просто в россии люди не привыкли работать по франчайзингу и скажем вообще само слово франшиза она приобретает некий такой негативный контекст но на самом деле это исключительно неправильный подход вообще к ведению этому бизнесу например в америке более 90 процентов вообще всех бизнесов не по франшизе и я скажу что это удобно это просто это это вообще супер и иногда я даже поражаюсь почему очень многие бизнеса да то есть почему многие предприятия пытаются строить что-то с нуля потому что ведь это очень сложно да например приведу такой пример вот я ездила отдыхать в сочи буквально недавно и скажем там там вообще практически нет франчайзинговых сетевых каких-то ресторанов есть но это считанные до их можно пересчитать по пальцам при этом люди открывают какие-то собственные рестораны с каким-то собственным брендом названием и так далее скажем это не совсем удобно функционирует и в последующем даже видно что него тоже как будто на грани банкротства потому что приобрести франшизу но это же уникально это очень удобно тебе дают готовую бизнес-модель тебе дают и рассказывают что нужно делать ты платишь за это деньги тем самым ты просто экономишь на время а когда ты открываешься полностью с нуля тебе нужно ну самому все взять и придумать понятно что какие-то элементы можно взять у конкурентов да ты можно как бы нанять каких-то маркетологов которые разработают всю эту структуру с нуля но давайте посчитаем расходы да то есть это же все человеческая работа даже там например составить список конкурентов сайтов взять оттуда определенную информацию до информация должна быть не полностью исключительно та которая удобная нам да то есть но это очень большая работа и приобретая франшизу вы приобретаете готовую бизнес модель алгоритм можно сказать чек лист берете и приступаете к работе но какая ошибка у российских предпринимателей они не совсем правильно трактуют вообще понимание франшизы потому что франшиза это непосредственно поддержка маркетинговая поддержка готовая бизнес-модель и уже бренд который так или иначе зарекомендовал себя на рынке но при этом предприниматель остается все еще предпринимателем и ведет свой собственный бизнес сам да ему предоставляют инструменты работы но никто не придет и не будет работать за него и иногда происходит так что предприниматели недооценивают свои силы они считают что вот вот эта формулировка готовая бизнес-модель они вот видят вот эту фразу готова я и они думают что вот все готово мне остается только открыть офис и все начнет работать но если мы углубимся вообще слова не готовая а слова бизнес мы поймем что бизнес он подразумевает маркетинг ведение руководство наем персонала да то есть очень много других бизнес-процессов и непосредственно обязанность ложится на самого предпринимателя поэтому здесь все зависит от самого про франчайзе да то есть мы берем в пример как нашу франшизу так и любые другие мы сейчас вами находимся в провинциальном регионе россии да в городе владикавказ я хочу рассказать о своем успешном примере ведения бизнеса мы открылись более двух лет назад мы начали работать по франшизе да при этом у меня уже был опыт ведения бизнеса да абсолютно других отраслях единственное какой опыт у меня был вообще в эмиграции это мы самостоятельно переехали с семьей в европу прошли этот путь эмиграции и скажем так у меня был опытом оформления туристических виз обычно делала это самостоятельно то есть как бы такое скажем посредственный при этом мы на данный момент успешно работаем развиваемся и более того да то есть второй паспорт подтолкнул меня к созданию собственного продукта который поможет начинающим предпринимателям в этой сфере как раз таки правильно подходить к ведению собственного бизнеса по франшизе несмотря на провинциальное местоположение офиса до данный бизнес работает по всему миру алена скажи пожалуйста почему стоит приобрести ваше членство в клубе как сделать ваш проект успешным и конкурентоспособным на рынке смотрите почему стоит приобрести членство в клубе вот одна еще такая отличительная особенность от франшизы я ее уже поминала сейчас раскрою немножечко больше это о том что человек может работать удаленно может брать только некоторые инструменты из нашего бизнеса ему не обязательно прям полностью окунаться да во все сферы сразу потому что действительно очень большой объем информации но каждый член клуба или франчайзе он должен понимать да вот здесь у нас указано 70 стран на данный момент у нас уже более 70 стран и конечно обучение она будет долгим трудоемким и потребует ваших усилий соответственно почему стоит приобрести членство в клубе то есть человек может работать удаленно к нам клиенты очень часто обращаются да что вот они хотят переехать вот но при этом собственно говоря быть каким-то финансово независимым фрилансером и так далее так вот что касается переезда за границу семьей и работа в этой области она может быть очень тесно связана потому что в европе и не только существует очень много программ где человеку достаточно показать свою деятельность свой доход и при этом работать удаленно и жить в принципе там где он хочет вот это уникальная возможность да то есть наша сфера она раскрывает потенциал для многих участников то здесь можно развиваться обучаться здесь пересекается очень много тем да там лечение за границей законодательства за границей юрисдикция различных стран это просто нереально интересно визовое сопровождение то есть это постоянное обучение да и это очень очень интересно то есть вы работаете на этом вы можете зарабатывать более того вы можете в чем-то помогать себе там своей семье там в открытии виз путешествий так далее то есть вы становитесь вас ваш кругоззор расширяется вы становитесь более компетентным вообще в различных отраслях самое главное что это очень интересно общаться с людьми которые уже переехали за границу общаться с миграционными адвокатами узнавать вообще сравнивать вот это законодательство а еще просто ну нереальный кайф когда мы получаем положительные результаты от наших клиентов то есть когда в одном клиенты присылают эти свои одобренные визы это просто вообще нереальное ощущение когда ты проделываешь определенный путь и ты видишь свой результат в этот момент наверное ты даже забываешь о деньгах ты просто вот врат такой ощущение что готов делать это бесплатно но конечно это не тогда то что наши услуги должны быть оплачены и к этому нереальному ощущению 1000 получаешь непосредственно доход и то есть это совокупность вот таких нереальных эмоций да и доход достаточно большой и сама как специалист по работе с клиентами получившая недавно сертификат могу вам сказать что по статистике в день поступающих заявок от клиентов на иммиграцию в районе 100 человек из них примерно 40 процентов заключенных сделок то есть я так понимаю что непосредственно такой приток он случается из-за каких-то политической обстановки или может быть закрытие границ мне кажется нас провоцировала людей да когда вот что-то запрещаешь человек начинает это очень-очень хотеться да и когда закрыли границы соответственно люди начали задумываться о получении вида на жительство второго гражданства да поскольку вот например у нас есть вид на жительство в европе и мы семьей взяли приехали в россию да если бы у нас были туристические визы хотя они у нас есть они скоро уже прекратят свои действия и соответственно мы бы не смогли выехать и конечно это не совсем комфортно мы не видели свою семью более года да то есть и конечно люди начинают сходить варианты разве не смотря на сложившиеся сложности с пандемией компания все равно росла и приобретала наоборот большие обороты непосредственно пандемия оставила свои свой след в компании но знаете такая замечательная формулировка все что нас не убивает делает настолько сильнее настолько приспособились работать в таких обстоятельствах мы приспособились максимально профессионально и правдиво предоставлять нашим клиентам всю эту информацию да о том как обстоят дела и какие у них есть возможности на данный момент что мне кажется после открытия границ мы просто станем лидерами да еще пуще прежнего лена тебе большое спасибо за сегодняшнее интервью у всех наших зрителей если останутся еще вопросы номера телефончиков будут под данным видео также вы можете оставить заявку на сайте вас обязательно проконсультирует специалист компании ответят на все ваши волнующие вопросы да все друзья всем пока спасибо за просмотр